Эти крошечные создания выживают при высокой радиации, сильных заморозках, чрезмерном обезвоживании и даже в условиях космического вакуума. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Сегодня известно около 1300 видов тихоходок, но исследователи регулярно описывают новые для науки виды. Открытия новых видов тихоходок время от времени попадают в поле зрения широкой общественности, но не благодаря их научному значению, а из-за названий. Например, в 2021 году новый вид тихоходок назвали в честь климатической активистки Греты Тунберг, а другой в честь музыканта Александра Рыбака, победившего на конкурсе Евровидения в 2009 году. Обычно длина их тела колеблется от 100 до 150 микрометров. Но есть и настоящий гигант среди тихоходок, который достигает полутора миллиметров в длину. И видим невооруженным глазом. Хотя тихоходки широко распространены в разных водных и полуводных местах обитания, заметить их нелегко, в связи с мелкими размерами и скрытным образом жизни. Несмотря на это, скрыться от исследователей у маленьких симпатиях не вышло. Впервые тихоходки были описаны немецким пастором Гетце в 1773 году под именем «Водяные медведи». А в 1777 итальянец Ладзаро Спаланцане дал им название, которым пользуются по сей день. Киала тихоходки состоит из головы и четырех сегментов, на каждом из которых расположена пара ножек с разветвленными коготками на конце, а у некоторых морских – пальчики с присосками. У тихоходок нет кровеносной и дыхательной систем, дышат они всей поверхности тела. А вместо крови им служит заполняющая полости тела жидкость. Питаются тихоходки с помощью стилета, которым прокалывают стебли мхов и водорослей, высасывая содержимое. Имеются и хищные виды тихоходок. Тихоходки живут повсюду в природе – в почве, мхах, в лишайниках, в опавших листьях, в пресных и соленых водоемах. Лучше всего тихоходки известны благодаря чрезвычайной устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды. Это единственный из известных науке существ, которые могут перенести замораживание до абсолютного нуля и нагрев до 150 градусов Цельсия, сильную радиацию, отсутствие кислорода и воды. Причем могут выживать так долгие годы и даже десятилетия. Тихоходки не приспосабливаются к экстремальным условиям, а впадают в анабиоз. В этом состоянии, очень похожем на смерть, жизнедеятельность приостанавливается. Тихоходку можно высушить. При дегидратации в ее клетках вода замещается белком, что сохраняет клетке жизнеспособность. Чтобы после этого оживить беспозвоночное, достаточно несколько капель воды. Тихоходки раздельно полы. Причем у наземных форм самцов гораздо меньше. Оплодотворение у тихоходок может быть наружным и внутренним. Яйца обычно откладываются самкой во время линьки, взбрасывая ему ей шкуру. Где и происходит дальнейшее развитие молодежи. Так при наружном оплодотворении самец разрывает своими острыми коготками сброшенную шкуру самки. И оплодотворяет оставленные там яйца. Скорость откладки самка яиц обычно около 3 штук в минуту. Яйца могут откладываться по одиночке или группами. Числом до 10 или даже до 35 штук. Время размножения тихоходок довольно различно. В небольших пресноводных водоемах появление яйценосных самок наблюдается весной. В местах сырых или периодически высыхающих, таких как болота или заросли муков или шайников, зрелых яйценосных самок можно встретить в течение почти круглого года. Все развитие занимает у разных видов от 3 до 40 дней, в зависимости от температуры окружающей среды. За время жизни животного от 3 до 30 месяцев может произойти до 12 линик. Из-за частых периодов криптовиоза сроки жизни тихоходок увеличиваются до десятков лет и более. Но в среднем продолжительность жизни их составляет 12-18 месяцев. Впервые эти микросущества побывали в космосе в 2007 году на борту спутника фотон М3. Именно тогда была обнаружена способность этих организмов переносить экстремальные условия космического вакуума. Тихоходок и раньше неоднократно отправляли в космос. В частности, эти животные были на борту космического аппарата «Берешит». В 2019 году он должен был стать первым израильским аппаратом, который сядет на поверхность Луны. Но из-за проблем при посадке он разбился. Эта история послужила поводом для полусерьезных разговоров о том, что тихоходки, такие выносливые, могли выжить на поверхности спутника Земли. Недавно двое британских ученых опубликовали результаты своих экспериментов, которые могут пролить свет на судьбу тихоходок из израильского аппарата. Авторы исследования стреляли из пневматической пушки в песок специальными пулями, внутри которых находились тихоходки в замороженном состоянии. Выяснилось, что при скорости пули 720 метров в секунду животное выживает, а вот при скорости более 900 метров уже нет. Эти эксперименты исследователи проводили, чтобы проверить, способны ли тихоходки путешествовать между планетами и их спутниками, например, вместе с метеоритами. И пришли к выводу, что это маловероятно, как и то, что они смогли пережить падение космического аппарата на поверхность Луны. Зачем же их все-таки исследуют, спросите вы? Исследование тихоходок интересное и важное с точки зрения фундаментальной науки, но у него может быть и практический интерес. В частности, способность этих животных замерзать, а потом возвращаться к жизни при нормальной температуре, может подсказать лучшие технологии замораживания органов или даже целых организмов. Кроме того, тихоходки могут научить нас успешно путешествовать в далеком космосе, где человеческому организму угрожает опасное излучение. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok